Добрый день, дорогие друзья! Итак, зима. И зимой, как известно, мы частенько, бывает, болеем. То продуло, то просквозило. Ну, мало ли, какие могут быть причины. И как же лечиться, если не пить антибиотики? Мы можем помочь себе и сами. Что, если мы заболели? Наши предки не были столь беспомощны, как современный человек. Потому что они жили близко к земле. Они знали природу, которая окружает человека. Они умели пользоваться свойствами растений и помогать себе самостоятельно. Сегодня с вами я хочу поговорить о семянотерапии. Семянотерапии. Лечение семенами было известно с древности. Это не какое-то изобретение отдельного человека с сегодняшнего дня. Это веками человек лечился семенами. Но с годами, из года в год, из столетия в столетие, тысячелетие из тысячелетия. Человек накапливал огромный опыт взаимодействия с растениями. И растения ему помогали исцелиться. И он этот опыт аккумулировал и передавал из поколения в поколение. Знахари передавали талантливым последователям, своим ученикам, знания. И, конечно, это было нелегко, это было сложно учиться. А сейчас-то что? Включил интернет и, пожалуйста, всё у тебя есть. Учись себе на здоровье. А самое главное, помоги себе сам. Итак, что же такое семянотерапия? Кстати, семянотерапия в применении с су-джок. Это аккумулированный опыт тысячелетий. Что такое? Су – это стопа, джок – это рука. Итак, рука и стопа могут нам помогать исцелить весь организм в целом. Почему? Да потому что люди давно заметили, что есть определённые зоны, да и вообще все зоны человеческого тела друг с другом связаны. И через системы подобия, например, система подобия кисти. Кисть подобна телу человека. Вот через эти знания этих систем подобия мы можем эффективно себе помогать. Ну вот, например, кисть. Как же она подобна телу человека? А вот так. Раз, два, три, четыре, пять. Пять окончаний. Пять выступающих точек тела человека. Это голова, конечности верхней и нижней конечности, то есть ноги. Значит, вот эти два пальца соответствуют ногам. По бокам у нас находятся руки, верхние конечности, и большой палец руки – это голова. Вот эта мягкая часть ладони, она называется, она соответствует фронтальной части тела человека. То есть это грудь, живот, бёдра и так далее. Лицо человека находится вот на этой части кисти. Если мы кисть перевернём, то тыльная сторона кисти соответствует. Соответственно, спина, здесь находится задняя часть ног, задняя часть рук, вот, и шея, волосистая часть головы. Так как же лечить нам при помощи семян, вот, и при помощи кисти, понимание, что всё представлено на кисти? Как же нам самим, самих себя исцелять? А следующим образом, дело в том, что когда у нас что-то болит, там появляется зона воспаления, как бы она законтуривается, она локализуется в определённом месте. И если что-то болит, говорят, на себе не показывают, ну, я вам покажу, а потом произведу чистку. Итак, что-то заболело, мы находим эту точку соответствия на руке, на ладони. Каким образом? Если это заболело у нас с фронтальной стороны, ищем на фронтальной стороне точку соответствия. Если со спины, значит, ищем шарик соответствия на спине. Теперь, что такое шарик соответствия? Шарик соответствия – это болезненная точка, соответствующая локализации боли на вашем теле. Ну, например, вот у нас шея, голова, болит горло, да? Значит, вот где-то вот в этом районе, где находится горло, это вторая фаланга большого пальца. Первая фаланга – это лицо, вторая фаланга большого пальца. И здесь у нас находятся болезненные точки соответствия больному горлу нашему. И вот мы ищем, надавливая щупом, занимаемся поиском болезненных точек. И если у вас горло болит, то здесь обязательно будет такая вот болезненная-болезненная точка, при нажатии на которую вы ощутите, что боль как бы иррадиировала куда-то там, ну, у всех по-разному, куда-то там в фаланге пальцев или дальше по руке. Есть специальный суджок-инструменты. Вот у меня так называемый щуп. Это металлический щуп, универсальный, со сменными головками. И при помощи сменных головок можно всегда точно определить, где локализуется очаг боли на нашей ладошке. Предположим, у человека болят почки. Переворачиваете на тыльную сторону ладони, соответствующие спине. Почки у нас ближе всего к спине, к той части тела внешней, со спины. И находятся по обе стороны от позвоночника. Где позвоночник, во-первых? Это у нас правая нога, левая нога. Здесь позвоночник находится. И вот где-то в этом месте точки соответствия почкам. По обе стороны от позвоночника. Вы щупом ищите, где у вас болит. Но если у вас нет щупа, это не какой-то волшебный инструментик. Вот видите, у меня просто японская палочка для суши. Вот. Вы можете этой палочкой, вы можете взять карандаш, ручку, в конце концов. И любой заостренный предмет не очень острый, чтобы вы не прокололи кожу. И вы ищите точку соответствия. Нашли точку соответствия. Ой, и она должна быть очень такая болевая. Буквально, ой. Вот такая реакция. Реакция ой. Это вы нашли шарик соответствия, который соответствует проекции вашего больного органа на ладонь. Вот. И на этот шарик соответствия можно тут же щупом подействовать массажирующими движениями вверх-вниз, вверх-вниз до уменьшения боли. Но не делайте это слишком, как бы, слишком, слишком сильно не надо этого делать, потому что вы можете точку просто затупить. Вот. А нам этого абсолютно не надо. Обычно я спрашиваю, сколько баллов боль в этом теле, если вся шкала от нуля до десяти. Десять – это непереносимая боль, когда человек просто может в обморок упасть от этой боли. И ноль – это вообще не болит. Ничего не чувствую. Поэтому болезненная точка, она где-то шесть, семь, восемь бывает баллов, а то может быть и больше. И когда вы вот так повоздействовали на эту точку, боль постепенно отступает. То же самое с болью в коленях. Можно суставы помассажировать и найти здесь шарики соответствия вашей коленной боли. И тоже на них повоздействовать. Так. А в чем же, при чем тут семена? Вот посмотрите, семена. Вот, например, у меня в этой тарелочке находятся тыквенные семена, семена чеснока. Это тоже семена живое. Вот тыква двух сортов. А вот здесь у меня семена черного тмина мелкие. Так вот, что такое семя? Семя – это сконцентрированная живая сила растения, которая поможет нам исцелиться. Именно эту живую пробойную силу мы будем использовать. А в чем сила? Вы же замечали, что иногда трава асфальт пробивает. Она лезет через асфальт, как гриб. Лезет сквозь землю и взрывает ее. И шляпкой своей продавливает эту поверхность земли и выходит наружу. Вот такая взрывная сила находится в растении. Растения очень живучие, и семена несут огромный заряд энергии. Когда вы это семя правильно используете, например, прикладываете к точке соответствия, то у вас происходит энергообмен между семенем и точкой соответствия. И энергия в вашем теле, в этом месте восстанавливается. Первое, что перестает эта точка быть болезненной и отпускает где-то там в теле, чему соответствовало это заболевание. Например, нефрит почки, воспаление почек. И у вас почка перестает болеть. Но она не просто перестает болеть, она восстанавливается. Происходит самовосстановление организма, самооздоровление. В организме есть все лекарства, которые нам необходимы. Он может все синтезировать, ему надо просто помочь. Вот таким вот способом мы сообщаем ему, что нам надо. А семена нам помогают. И даже в Библии же написано, что растения нам дал Бог в услужение, чтобы мы питались и лечились растениями. И вот, если грамотно использовать, мы можем быть здоровыми. Как же накладывать семена? А, кстати, семена. Вот я вам еще хочу показать тут у меня в коробочке. Красный перец жгучий, вот такой вот маленький, он тоже содержит семена. Можно целиком перчинку приложить к болезненному месту. А можно достать, изъять семена и приложить их тоже к больному месту. Ну, например, вам нужна энергия тепла, вы простудились и у вас заболела поясница. Что мы делаем? Мы не к пояснице прикладываем семя, а прикладываем к точке соответствия, к шарику соответствия, там, где у нас болит на кисти. То есть болит поясница, соответственно, находим шарик соответствия на тыльной стороне ладони и прикладываем туда семя. Но не просто прикладываем, а берем вот такой вот лейкопластырь медицинский. В аптеке можно купить, можно потолще, потоньше купить. И, налепив зернышки сначала на лейкопластырь, потом накладываем этот пластырь зернышком к точке соответствия. Чтобы вы не забыли, где ваша точка соответствия и как на нее наложить, вы можете здесь шариковой ручкой отметить, то есть поставить точку чернильную. И потом на нее уже накладывайте пластырь с семенем. Есть много нюансов, какое семечко вам выбрать. Но если вы не знаете, не заморачивайтесь. Возьмите любое живое семя, главное, чтобы оно было живое. Его даже можно перед применением замочить в воде. Оно начнет пробуждаться. И до того момента, как оно проросло, обычно ночи на замачивание вполне достаточно, чтобы пробудились силы в семень. И вот это семечко влажное, вы именно его прикладываете к болезненной точке. Вот здесь у меня есть семена не только перца. У меня здесь есть яблочные, например, семена. Семена похожие, яблочные семена похожи на глазки по форме, по своей. Вот такое маленькое семечко. И оно напоминает глазок. И вы берёте это семечко. Например, у вас глаз воспалился. Может быть, там фурунка. Или вдруг он стал плохо видеть. Я понимаю, что надо бежать к врачу. Но бывают и просто какие-то моменты, вам нужно помочь себе быстро. Вот. За ночь, предположим. И вы это семечко прикладываете к точке соответствия на пальчики. Это очень подходит деткам маленьким, поскольку детки маленькие не любят манипуляции. Там с глазами, со своим носом простудились. Вы можете семена накладывать на пальчик, как бы поиграть в такую игру с ним. И приложить к точке соответствия на пальцы. Вот эта сторона большого пальца у нас представляет лицо человека. Вот здесь глазки, здесь носик, здесь рот. Дальше идёт шея. Но мы накладываем семя вместо глазика. Вот. Положили и примотали лейкопластырь. Во-первых, здесь идёт массаж этим семенем, то есть надавливание на точку соответствия. А во-вторых, семя само по себе начинает отдавать свою информацию, свою энергию, начинает делиться с нами энергией. Оно посылает энергию сюда, в эту точку, и организм начинает не сцеляться. Пробой в этом месте биополя, если говорить словами экстрасенсов, затягивается. Пробой затягивается. Ну вот. Предположим, простудили мочевой пузырь, да? И вам нужно прекратить истечение мочи, то есть непроизвольное мочеиспускание. Что вы делаете? Вы берёте, находите точку соответствия вашему мочевому пузырю, зная, что мочевой пузырь у нас находятся вот две ноги, и вот здесь внизу, вот здесь внизу у нас должен быть мочевой пузырь. Если вы надавливаете, и у вас тут болезненная точка где-то, вот именно к этой точке и надо приложить семя. Я беру это яблочное семечко и прикладываю его тупым концом вверх. Почему тупым концом? А потому что оно прорастать начнёт именно с тупого конца, то есть его пробойная энергия будет направлена вверх. И эта энергия будет против мочи и спускания непроизвольного направлена. Мочи и спускания вниз, а энергия пробойной семени вверх. Оно как бы информационно компенсирует у нас тенденцию моче вытекать наружу. Поэтому прикладываем его тупым концом вверх, прикрепляем к скотчу и лепим на ладонь. Насколько времени нужно семена устанавливать? Обычно это на ночь, но до двух суток. И вы знаете, бывает, когда снимаешь потом этот лейкопласт, видишь, что семя либо почернело, либо оно засохло, либо оно наоборот его расперло, оно большим стало, оно изменилось в цвете. Это значит, что семя отработало. И это очень хороший знак. Так что лечимся семенами. Сейчас я вам покажу, как это делается конкретно. Ну, раз уж мы заговорили про мочевой пузырь, давайте налепим на эту точку. Каким образом? Нужно обрезать, во-первых, лейкопластырь. А вот у меня ножнички. Вот ножнички. Обрезать полоску лейкопластыря небольшую. К этой полосочке приклеиваем яблочное семечко. Вот, посмотрите, я налепила яблочное семечко. Ну, я надеюсь, что будет видно. Если не будет видно, то я тоже надеюсь, что я понятно объясняю. Все, теперь вот это семечко тупым концом вверх я устанавливаю на шарик соответствия болезненную точку, найденную в районе проекции мочевого пузыря на ладонь. Вот, вот у меня семечко установлено. Вы видите, что под пластырь. Как только вы вспомните, что у вас налеплено семечко, берите и надавливайте. Вот так, как бы массажируя это семя и втирая его в эту точку. Не втирая, а просто массажными движениями круговыми. Вы массажируйте через семя эту точку. Все, повоздействовали и ложитесь спать или там продолжайте работать. Это вам мешать не будет. Сами видите, практически не мешает. Правда, смотря какой работой вы занимаетесь. Но ничего. Вот. Теперь, что у меня это такое? А это тоже семена. Семена, которые можно массажировать, которыми можно массажировать и переминать их в руках. И они тоже будут делиться с нами своей энергией. Вот. Предположим, простудное заболевание. Возьмите лук. Поперебирайте, поперебирайте лук руками. Что-то поделайте с этим луком. Вы однозначно почувствуете себя гораздо легче и лучше. Это грецкий орех. Это тоже семя. И посмотрите, это семя, оно похоже на наш головной мозг. Здесь находится правая и левая часть грецкого ореха, которая очень сильно напоминает правое и левое полушария головного мозга. Вот видите, в природе сохраняются законы подобия. Вы можете также массажировать ладони при помощи грецкого ореха. Или вот голова, так сказать, проекция, проекционные зоны головы. И вы перекатываете большими пальцами в руках этот орех. И вы тоже себе помогаете. Если у вас болит, например, голова, попробуйте это сделать. А потом выпейте чай, закусив орехом. Вы можете также взять чеснок. И дольки чеснока привязывать на определенные места к вашему телу. И чеснок также будет на вас работать. Важно, чтобы он был всхожим. Вот у китайского чеснока обрезаны донца, поэтому не все дольки здесь будут всхожими. Ну, найдите живые дольки, которые готовы прорастать. И вам тоже будет очень полезен чеснок. Вы можете использовать любые семена. Вот у меня черный тмин, к примеру, видите? Это достаточно мелкие семена, но очень эффективные. Когда вам нужно подлечить большую зону в соответствии, например, зону кишечника тонкого, довольно большую площадь занимает. Или зону печени, или зону легких, бронх. Вы можете прямо вот эти семена насыпать на лейкопластырь сплошной зоной и приклеить. И потом приклеили раз, сверху еще полоской лейкопластыря для того, чтобы надежно зафиксировать это. И вот хочу вам сказать, что за ночь ваш симптом может уйти. ваш организм может самоисцелиться. Ну, друзья мои, во-первых, я здесь никого не лечу. Я с вами делюсь информацией. Поэтому, если вы лечитесь у врача, пожалуйста, все советы корректируйте с ним. Динамику вашего здоровья врач наблюдает. И вы можете посоветоваться с ним, какие методы вам лечения подойдут. Еще что хочу сказать. Семена могут быть любые. Вот у меня, например, в руках черемуха. И летом, когда вы... Ну, не проходите мимо. Не проходите мимо. Любое растение может вам помочь. Вот в частности, черемуха. Это не просто средство, которое можно вовнутрь принимать от диареи, да. От проблем с желудочно-кишечным трактом. Они могут помочь и на внешнем плане. На внешнем плане. Скомпенсировав какие-то энергии и добавив сюда свою энергию, если вы его привяжете на зону соответствия. Ну, и последний вопрос. Как подбирать семена? Семена можно подбирать по форме, например, органа, который у вас болит. Вот тыквенные семена. Смотрите, на что похоже. Похоже на форму глаза. Пожалуйста, можете на точке соответствия глазам и тыквенные семена привязывать. Вот у меня более мелкая тыква, да. Потом по цвету вы можете. Вот желтого цвета, желтого цвета у нас органы располагаются в соответствующие чакре манипура. И там желтый цвет. Поэтому вы можете на органы, которые находятся в районе этой чакры, то есть это печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, желудок. Вы можете наложить на ладонь в точку соответствия. Привязать на скотчем, и это семя будет вас исцелять. Исцелять эти органы по цвету. Красные семена подойдут хорошо для органов тазовой области, для внутренних органов. Значит, семена зеленого цвета подойдут для вот этого сектора нашего тела. Здесь у нас находятся и легкие, здесь у нас находится сердце. семена или там голубые, какие-то голубой цвет у нас чакра вишутха. И, пожалуйста, если у вас проблемы со щитовидной железой, вы находите зону соответствия вот здесь, на шее, да, и сюда накладывать семена на ночь. Ну вот, дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось мое видео, и вы теперь сможете самостоятельно определять, что, где ваш организм нуждается, в какой помощи, и помогать себе. Итак, приклеиваем семена на точки соответствия и выздоравливаем. А я желаю вам крепкого здоровья. С вами была Диана. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок